здравствуйте следующая наша лекция на тему понятия об однородном и неоднородном электрическом поле не все явления природе можно понять и объяснить на основе использования понятий и законов механики молекулярно-кинетической теории строения вещества и термодинамики достаточно обратить внимание на тот факт что не механика и молекулярно-кинетическая теория не термодинамика ничего не говорят о природе сил которые связывают отдельные атомы в молекулы удерживают атомы и молекулы в веществе твердом состоянии на определенных расстояниях друг от друга законы взаимодействия атому и молекул удается понять и объяснить на основе представления о том что природе существуют электрические заряды самое простое повседневное явление которым обнаруживается факт существования природе электрических зарядов это электризация тел при соприкосновении как видим и на этих рисунках отрежем от тетрадного листка полоску бумаги шириной один сантиметр положив полоску на тетрадь проведем по ней несколько раз пластмассовой ручкой с легким нажимом затем возьмем полоску полоску в одну руку а ручку другую и будем их сближать вот как первым рисунке бумажная полоска изгибается как видим на ручку сторону ручки то есть между ними возникают что силы притяжением теперь положим две бумажные полоской рядом на тетрадь проведем проведем по ним ручкой несколько раз с легким нажимом взяв полоской в руки будем сближать их опыт показывает как видим на рисунке что при сближении полоски изгибаются противоположные стороны то есть обнаруживая существование сил атакования взаимодействие тел обнаруженные в этих опытах называется электромагнитным взаимодействием физическая величина определяющая электромагнитное взаимодействие называется электрическим зарядом электрический заряд обозначается как мы знаем буквой q способность электрических зарядов как взаимную притяжению взаимную притяжению так и к взаимному отталкиванию объясняется предположение о существовании двух различных зарядов двух различных видов зарядов один вид электрического заряда назвали положительный а другой отрицательный очевидно что при соприкосновении с пластмассовой ручкой на двух одинаковых полосках бумаги появляются электрические заряды одного знака эти полоски отталкиваются следовательно между электрическими зарядами одного знака действует силой отталкивания между личи с электрическими зарядами разного знака действует силой притяжения обратим внимание на следующий слайд здесь мы видим как вот здесь написано электрометр для обнаружения измерения электрических зарядов применяется электрометрах вот такой привод состоящий из металлического стержня и стрелки которые может вращаться вокруг горизонтальной оси стержень со стрелкой закреплен в плексигулах соль втулки и помещен металлический корпус вот такой цилиндрической формы закрытой стеклянными стеклянными крышками натиранием о мех или бумагу сообщим электрический заряд и банитовой палочки а затем прикоснемся палочкой стержнем электрометра при соприкосновении заряженного тела со стержнем электрометра электрические заряды распределяются по стержнему вот по стержнему и стрелки как видно на рисунке силы отталкивания действующие между одноименными зарядами между одноименными зарядами на стержне и стрелки вызывают поворот стрелки поворот стрелки да поворот стрелки на электризуем и банитную палочку еще раз и вновь коснемся ею стержне электрометра опыт показывает что при увеличении электрического заряда на стержне угол отклонения стрелки от вертикального вот угол отклонения стержна от вертикального положения увеличивается следовательно по углу отклонения стрелки электрометра можно судить значение электрического заряда переданного стержня к электрометра стержня к электрометру установим на демонстрационном есть два одинаковых электрометра вот таких два одинаковых электрометра на стержне первого из них укрепим металлические диски и поставим на него здесь поставим на него второй такой же диск с ручкой с ручкой из изолятора между дисками между дисками поместим прослойку или другого материала являющимся изолятором взявшись за ручку за ручку совершим несколько движений верхним диском по прослойке и в поднимем этот диск вот как показано на рисунке а после удаления верхнего диска стрелка 1 электрометра отклониться обнаруживая появление электрического заряда на диске и стержне электрометра опыт показывает что стрелка 2 электрометра стрелка 2 электрометра после прикосновения к стержне вторым диском отклоняется примерно примерно на такой же угол но какой вот отклонилась стрелка 1 электрометра это значит что в результате электроизации при соприкосновении электрические заряды появились одновременно на двух соприкасающихся телах на первом диске и на втором диске на первом диске материал на втором и на стержне на среднем проводником среднем проводником стержне 1 2 электрометра вот это сверху 1 и 2 электрометра при этом стрелки обоих электрометра возвращается в эти камерное положение наблюдаемая опыта взаимная нейтрализация зарядов показывает что сумма на электрический заряд на двух дисках правил грунт то есть равен нулю аналогичные опыты выполненные с различными телами с применением самых точных приборов для измерения электрической заряд показали что в результате электризации при соприкосновении на тело всегда возникают электрические заряды равные по модулю и противоположные по знаку электрические заряды могут появляться на телах не только в результате электризации при соприкосновении тел но и при их взаимодействия например под действием света однако в замкнутой системе которые не входят извинные электрические заряды и из которой не выходят заряды при любых взаимодействиях тел алгебрическая сумма электрических заряд всех тел остается постоянно то есть это экспериментально установленный парк называется законом сохранения электрического заряда значит пусть будет q1 q2 до взаимодействия заряды q1 штрих q2 штрих после взаимодействия заряды после взаимодействия то есть опыта показывает что алгебрическая сумма электрических зарядов всех тел остается постоянно то есть при любых взаимодействиях тем их полный электрический заряд остается неизменным нигде и никогда природе не возникает и не исчезает электрический заряд одного знака надо запомнить всегда вот появление положительного электрического заряда всегда сопровождается появлением разу равного по абсолютному значению отрицательного крического заряда не положительный не отрицательный заряд не могут исчезнуть в отдельности один от другого они могут лишь взаимно нейтрализовать друг друга если равны по абсолютному значению появление и исчезновение электрических зарядов на телах большинстве случаев объясняется переходами элементарных заряженных частиц электронов от одних тел к другим как известно состав любого атома входит положительно заряженное ядро и отрицательно заряженные электроны нейтральном атоме сумма на заряд электронов точности равен заряду атомного ядра тело состоящие из нейтральных атома и молекул имеет суммальный электрический заряд равны нулю правильно если q1 например равен заряду q1 штрих по значению а по модулю да то есть q2 равен q2 равен q2 штрих если перевести эти заряды в одну сторону цена равенства получается что алькебрическая сумма их сумма на заряд равняется нулю то есть будет q1 минус q1 штрих q2 минус q2 штрих равно как так как они по значению равны они уничтожают другие равно нулю если в результате какого-либо взаимодействия час электронов переходит от одного тела к другому то одно тело получать отрицательный экстрессы заряд а второе равны по модулю положительный электрический заряд при соприкосновении двух разноименных заряженных тел обычной электрической заряды не исчезают бесследно а избыточно измечаю число электронов переходит с отрицательно заряженного тела к телу у которого сейчас атом имела неполный комплект электронов на своих оболочка мы это знаем особый случай представляет встреча заряженных античастиц например электрона и позитрона это особый случай в этом случае положительные и отрицательные электрической заряды действительно исчезают но полном соответствии с законом сохранения электрического заряда так как алгебрическая сумма зарядов электроны и позитрона равна нулю электрическое поле в котором напряженность одинаково по модулю и направлению любой точкой пространства называется однородным электрическим полем то есть электрическое поле напряженность которого одинаково во всех точках пространства называется однородным и если посмотреть график напряженности видите всегда постоянно поэтому параллельно к оси оптицы то есть однородное электрическое поле это поле напряженность которого одинаково во все точка пространство и поэтому сумку может посмотреть как по модулю так и по направлению значит однородное поле поле напряженность которого во всех точках пространство одинаково таким может поле в ограниченной области пространства ограниченные полностью пространство Не однородное поле, не одинаковое на природном пространстве. То есть все остальные случаи.